Баския тату Всем привет! Меня зовут Елена Баски и сегодня мы поговорим с вами о том, зачем татуировщики сбривают вам волосы, вырастут ли они такими же шелковистыми, как выбрать тату, если вы волосатый и можно ли будет удалять волосы потом. Итак, зачем же сбривать волосы? Ну, начнем с того, что татуировщику просто необходимо очистить место нанесения тату от всего лишнего, в том числе и от волос, которые могут накапливать бактерии. Плюс они загрязняют насадку и иглы, и если ваши волосы упруги, мастер просто не сможет провести ровную линию. А почему мастера бреют спины у хрупких девушек? Спросите вы меня. Нам просто это нравится. Все просто, мелкий пушок мешает перевести нормально трансфер, и из-за этого он очень быстро смывается и часто плывет, как только вы его приложили к коже. Поэтому, если вы начинающий мастер, обязательно брейте всех, да всякий случай. А если вдруг девушка начинает истерить, о боже, а вдруг они отрастут и станут как у мужика? Ну, не всякому мужику, кстати, везет с растительностью, начнем с этого. Не станут. Рост волос предопределен генетически, и бритье на это никак не влияет. Иначе все мужчины бы ходили с шикарными бородами. Но не всем так повезло, вы знаете. Если вдруг вам кажется, что волосы начинают расти жестче, то это обман. Просто теперь у них есть линия среза. То есть волосок был вот такой конусообразный, а когда его сбрили, он начинает расти таким пенечком. И ощущение становится жестче. У каждого волоса есть свой срок жизни. И когда выпадет этот, то новенький вырастет такой же остренький и аккуратненький, мягенький, как и был. В этом я убедилась на собственном опыте. Потому что, когда мне делали татуировку, руку мне брили раз 8. И рука все по-прежнему такая же неволосатая, как и была. Теперь о самом выборе тату. Тут нужно смотреть правде в глаза и честно оценить масштаб бедствий. Если вы немножечко чубака, то выбирайте самый неволосатый участок кожи и делайте тату там. Если на вашей спине волосы растут чаще, чем в самом дремучем лесу, то татуировку будет просто не видно. Если же вы обычный среднестатистический мужчина и волос у вас не очень много, то выбора у вас, конечно, больше. Но все же не забываем, что после нанесения тату волосы все равно отрастут. И если вы собираетесь сделать портрет любимой жены на волосатой груди, она может обидеться. Что неожиданно стало немножечко щетинистой женой. Тоже немножечко чубакой. А если вы вдруг сделаете медведя на этом месте, то смотреться он будет вполне неплохо. Самое главное правило, которое нужно запомнить. Прям усечь и высечь. Чем волосистей часть тела, тем более крупные детали должны быть у вашей татуировки. Поэтому, например, на волосатых мужских ногах просто прекрасно смотрится традик, орнаментал, япония и подобные контрастные стили. А вот биомех лучше выбирать, если волосы реденькие. Потому что волосатое железо, гайки, шестеренки могут смотреться странновато. Например, у вас чистая спина без волос, но волосатые руки. Тогда вы сможете сделать себе рукава в традике, а на спине реализм, но с контрастными вставочками, чтобы они подходили друг к другу. Как я уже сказала, смотрите правде в глаза и выбирайте определенные татуировки под определенные места. Девушки, с вами намного проще. Редко когда бывает, что волос действительно много. Тем более в наше время существует огромное количество способов их удаления. И это плюс. Но если у вас очень волосатый живот и вас это парит, и вы хотите избавиться от волос с помощью фото или лазера, то нужно это делать до татуировки, потому что после это делать уже нельзя. Сейчас будет очень важная информация. Прям во все уши слушайте. Если у вас уже есть тату на этом месте, все, что вы можете делать, это эпиляцию воском или сахаром, пользоваться бритвой и делать электроэпиляцию. Все, никаких фото и лазера. И внимание, всегда слышите, всегда следите за своим косметологом. Если вы удаляете волосы на ногах, а рядом есть татуировка, то мастера иногда задевают лазером татуировку. И она будет заживать супер долго, может быть 3 месяца. Остаются ужасные огромные шрамы. Поэтому прям пяльтесь в два глаза, чтобы она туда не залезла. Потому что и фото, и лазер для удаления волос видят наш пигмент. И они как бы его разрывают под кожей. У вас получится ранение. А на самом деле, лазер это одно и то же устройство. И для удаления волос, и для удаления татуировок. Но режимы используются разные. И при удалении татуировок режим намного более щадящий, отчего шрамы не остаются. А если на адском режиме для волос стрельнуть в татуировку, он реально просто его сжигает. Пепел. Вы даже себе не представляете, какое огромное количество татуировок загублено такими специалистами. Это так называемое ранение может заживать до трех месяцев. И остается прям такая дырка. Можно туда, конечно, что-то заныкать. Но не на то расчет был. После того, как это все дело заживет, вам нужно будет обновлять татуировку заново. Пробивать это место по второму разу. Это вот если шрам не останется, то будет хорошо. А если останется, то она уже не будет прежней. При удалении воском или сахаром татуировка может слегка припухать. Это абсолютно нормально. Дело в том, что пигмент все-таки немножко чужеродный для нашего организма. И при соприкосновении с горячим воском татуировочка может возбухать. Теперь мы подобрались к волосистым частям женщин. Совсем приличным просьба отойти от экрана. Иногда просят сделать тату на волосистой части лобка. И это не проблема. Но рекомендации такие же, как и для волосатых мужчин. Выбирать менее детализированную работу. Дело в том, что на таком виде кожи, как, например, на лобке или на голове, волосяной фолликул достаточно мощный. И кожа очень пористая. Поэтому пигмент сильнее выходит при заживлении, контура подплывают быстрее, а цвет меняется вообще как ему угодно. Поэтому либо не делайте на этом месте ничего, либо делайте что-то из традиционных стилей. Лучше все орнаменты. А закончить это видео я хочу подборкой фотографий татуировок на голове. Что может быть волосистее? Смотрится очень круто, если это сделано максимально четко. А самое главное, будет хорошо смотреться со временем. И как всегда нам на помощь бежит наша любимая классика. Вот, пожалуйста, традик, орнамент, классическая Япония и контрастная графика. Если что, вы всегда сможете зарастить это место и прикрыть татуировочку. Если же природа не одарила вас шикарной шевелюрой, вы всегда сможете сделать себе вот такую прекрасную татуировку. А с вами была Елена Баски. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на лайк, наглаживать колокольчик, смотреть мои ляпы в моем инстаграме, ну и писать комменты, как все вам понравилось, естественно. Как же еще-то? Спасибо.